Когда Пандавы вместе со Шри Кришной приблизились к тому месту, где Бешмады влежал долгие дни и ночи после битвы на Курокшетре, они из Прыгновской лесницы простерлись перед ним в поклоне, встав они огляделись вокруг и увидели множество великих душ вокруг Риши среди полубогов, брахманов, царей, всех тех, кто утвердился в гоне благости, пришел отдать свои поклоны, дать благословение и выказать свое почтение и любовь к великому деду Бишме, великому поддержателю Дхармы и прекрасному преданному. А Багаватам перечисляют только некоторых из мудрецов, и нам очень важно постараться понять, в каких отношениях они находились Бешмадывой, почему они прибыли на место, где он, собравшись с мыслями, пытался подготовиться к тому, чтобы покинуть тело. Давайте послушаем имена этих мудрецов в первую очередь и попытаемся понять, какие узы их связывают с Бешмадывой. Там у Ложи Бешмадывой были все мудрецы Парватамуни, Нарада, Дхумья, Риши, Вьясадыва, Брыхадашва, Бхарадваджи, Барашураму с учениками, а также Васиштха, Индрапрамада, Трита, Грецамада, Асита, Какшиван, Гоутама, Атри, Кошика и Сударшана. Парватамуни и Нарада Муни очень известные друзья, двориши. Парватамуни один из старейших мудрецов. Он очень часто проводит время с Нарадой Муни, прославляя Верховного Господа. В Нарадой Муни есть еще один друг, которого зовут Тумбуру. Время от времени этот друг обращается в Тумбуру, на который играет Нарада Муни, или в Вину. А иногда они вдвоем или даже втроем с Паратой Муни путешествуют по Вселенной. Нарада Муни служит катализатором удивительных лил Кришны, подкладывая дров в огонь и пылевая ги на всякие удивительные происшествия во Вселенной, которые помогают преданным расти в сознании Кришны, иногда даже взрывоопасным образом. А Парватамуни скорее философ. Он очень часто присутствует на разных очень важных ягнях и дает наставления. Парватамуни, как известно, позже будет присутствовать на ягне, в которой сын Мараджа Барикшита после его ухода, юный Дянамидзе, собирался уничтожить всех змей Вселенной. Нарада Муни с Парватом Махараджем приходят на всякие замечательные события, и они сочли своим долгом постить покидающего тело Бишмадыева своим присутствием, несмотря на то, что Нарада Муни из-за многочисленных проклятий никогда нигде надолго не останавливается. У уже смертного Адра Бишмадыева он задержался с Парватамуни надолго выслушать наставления удивительного кшатрия, которого относят к разряду Дейва Риши, мудрецов среди полубогов. Бишмадыева считает таким же возвышенным мудрецом, как и Нарада Муни и Парвата Муни. Итак, Дхом Яриша, следующий мудрец, который упоминает это шлока Багаватам, Дхом Яриша своими великими аскизами заслужил в себе право быть жрецом в семье пандавов. Он всегда принимал участие в их религиозных церемониях, проходящих в семье. Когда пандавы ушли в изгнание, Дом Яриша отправился в семье, чтобы поддерживать их своими наставлениями, помогать им проводить самые разные самскары. Дом Яриша рассказывал о принципах религии Махараджи Юдхиштыри. Он семейный жрец. Но Шила Парупада очень строго напоминает нам в комментарии о том, что практически разницы между семейным жрецом и духовным учителем быть не должно. Но жрец призван давать домохозяину наставления, помогающие домохозяину продвигаться по пути варнаши Мадхармы. И потому он должен быть настолько квалифицированным, чтобы он мог вести Господу своих учеников и членов тех семей, за которым взял на себя ответственность. Еще около ложи стоял, на котором возлезал Бешмадыева, присутствовал Ясадыева Бадарайна, литературное воплощение Кришны. Вместе с Господом Кришной они достаточно долго пытались утишить Ютхиштеру, наставить его в его дхарме, убедить его принять корону и правление всей планеты Земли. Однако Ютхиштера не внял наставления в Ясадыеву ищи Кришны. И тогда в Ясадыеву смиренно вместе с Господом Кришной отправился к Ожу Бешмадыеву, чтобы выслушать от него те наставления, которые в конце концов убедили Ютхиштеру. Брихадашвы Бхарадваджа. Также упомянутый Бхарадваджа – это один из семи великих Риши, который считается сыном Дроначарьи. Дроначарьи – военного наставника Брахмана, который давал наставления всей семье Куравов, в том числе и Пандавам. Дроначарьи, вместе с которым, любя Кришну и Пандавов, Бешмадыева сражался на противоположной стороне. Итак, следующее удивительное воплощение Господа Парашурама, как этого также называют Рену Касута, тоже пришел к смертному адру Бешмадыевы. Да, когда Бешмадыева выкрал принцессу Амбу Амбикоямбалику, Парашурама вступил в страшное сражение, и Бешмадыевы потерпел поражение. Но это совершенно не помешало Парашураме, ведь их смертному адру Бешмадыеву почтить этого великого мудреца Кшатрия и полубога. Парашурама настолько древний мудрец, что он присутствовал и сражался с Раматчандрой, пытаясь защитить Лугу с подошива, который Раматчандра сломал на своем варе, сражался он с Бешмадыевой. Через очень долгие тысячелетия Парашурама будет помогать Калки сражаться и уничтожать всех неправильных людей конца Калиюги, потом он станет родоначальником следующей династии. Так приветствую новую Сатя-югу. Васиштха, удивительный Брахмариши, тоже пришел к смертному адру. Бешмадевы. Его бесконечные состязания, борьба и неприязнь к Вешмамитре, Раджа Риши, который очень хотел добиться положения Брахмариши. Тоже очень интересная история. Она длится тысячелетиями. Жизнь из жизни эти два Риши. Причем Васишта один из семи великих мудрецов вселенной. Они сражаются. Они не могут принять друг друга, хотя иногда происходит тихо примирение. Этот Васиштха Риши тоже появился у смертного адра. Итак, от Римуни еще один удивительнейший мудрец, который своими аскезами и благодаря удивительным качествам своей жены получил датрею воплощения Господа Ришну своим сыном. Он тоже был там у смертного адра Бешмадевы. Можно только вообразить концентрацию святости и духовности, которую Шикришна сам окружил умирающего великого деда династии Куру. Продолжение следует...